Продолжение следует... В курсе 10 уроков. Подведя курсор к ноте с уроком, вы увидите тему урока. Нажав на урок, вы перейдёте к упражнениям урока. Каждый урок содержит 8 упражнений, разделённых на 2 группы по 4 типа упражнения в группе. Первая группа – words, включает упражнения, направленные на запоминание слов. Вторая группа – sentences, состоит из упражнений, цель которых – запомнить фразы, состоящие из слов, изученных в первой группе упражнений. Каждое упражнение состоит из следующих 6 видов записи. Вид номер один – только голос диктора. Виды со 2 по 6 – это голос диктора, произносящий ритмично слова или предложения под различный музыкальный аккомпанемент, который вы можете сами выбрать. Упражнения от простого к сложному, от слов к фразам, от прослушивания, повторения и перевода на русский до перевода на английский. Вам просто необходимо выполнять их по порядку, и тогда вы запомните всё. Потому что с нашим курсом заниматься легко и просто, но очень эффективно. А самое главное – вы не будете чувствовать усталости, и курс вам не надоест, потому что слова и фразы записаны в нём под специально сочнённую для курса музыку. Всего 23 часа музыки, и вам выбирать, под какую музыку вы будете сегодня заниматься. Для вас мы положили английский на музыку, и вы запомните английский так же легко и просто, как слова любимой песни. С чего следует начать занятия по курсу? Начните занятия по курсу с вводного урока. В этом уроке вы познакомитесь с английской транскрипцией, с отличительными особенностями английских гласных и согласных, английской интонацией, отработаете произношение наиболее сложных для русскоговорящих английских звуков. После завершения вводного урока переходите к урокам основной части курса и проходите их по порядку. Сначала урок номер один, затем урок номер два и так далее. Или в любом другом порядке, в зависимости от того, какие темы вам наиболее интересны. Как работать с упражнениями урока? Начинаем прохождение урока с первой группы. Words – слова. Это упражнение с первого по четвёртый. Упражнение номер один. Слушайте диктора и старайтесь запомнить произношение и значение слов. Любое упражнение нашего курса всегда начинайте с вида записи номер один. Это белый овал. Запись без музыкального сопровождения. Повторяйте эту запись столько раз, сколько вам необходимо для того, чтобы правильно произносить английские слова или предложения. И только после этого переходите к прослушиванию записей с музыкальным сопровождением. Выполняя это первое упражнение, повторяйте слова и фразы про себя за диктором. В ходе выполнения этого упражнения познакомьтесь с комментариями, которые даны в notes. Упражнение номер два. Слушайте диктора и повторяйте за ним в паузах. Старайтесь запомнить значение слов. Произносите слова ритмично. Ударный слог слова должен всегда совпадать с сильной долей в музыкальном сопровождении. Старайтесь произносить слова так, как произносит их диктор. Силой голоса выделяя ударный слог, выделение слова, изменение его цвета, а также изменение цвета рамки программы помогут вам начать проговаривать слово после диктора в нужный по ритму момент. Обратите внимание на то, что вы должны успеть правильно произнести английское слово до того момента, когда услышите перевод этого слова, то есть до подсказки. Если вам удается это сделать, вы выполнили задачу этого упражнения и можете переходить к следующему упражнению. Упражнение номер три. В паузах переводите прозвучавшее слово на русский. Проверяйте свой перевод по подсказке. Так как главная цель этого упражнения – запомнить перевод английских слов, слушайте записи до тех пор, пока вы не запомните перевод слов. Старайтесь успевать переводить слово в течение паузы, то есть до того, как услышите перевод-подсказку. Упражнение номер четыре. В паузах переводите прозвучавшее слово на английский и проверяйте свой перевод по подсказке. Это упражнение носит контрольный характер. Цель упражнения – проверить, как вы запомнили слова урока. Количество прослушивания этого упражнения зависит от того, насколько хорошо вы усвоили слова. Если вы успеваете перевести и правильно произнести, что очень важно, слово в паузе до подсказки – это значит, что вы хорошо запомнили слова урока и можете переходить к следующей группе упражнений «sentences». Группа упражнений «sentences» – «предложения». Это упражнения с пятого по восьмое. Здесь вам будет все понятно и легко, так как эти упражнения такие же по типу, как и упражнения со словами. Только вместо слов здесь предложения из этих слов, которые вы уже прошли, выполняя упражнения с первого по четвертый. Пройдя все упражнения урока, включая эти с пятого по восьмой, вы легко сможете, например, перевести на английский фразу из темы «Аэропорт». Где здесь выдача багажа? Как организовать свои занятия? В программе «Английский под музыку» все сделано для того, чтобы вы могли комфортно и с большим удовольствием заниматься английским языком. Первое. Выбирайте аккомпанемент, который больше всего вам нравится. Второе. Выбирайте вид представления программы, который вы предпочитаете. Средний, совсем маленький и двигайте эти окошки в любое место экрана. Вы можете вообще скрыть программу, но звук при этом не исчезнет, и вы можете продолжать занятия. Наша программа отличается от других программ тем, что не претендуя на ваше личное время и не внося изменений в привычный вам стиль жизни и распорядок дня, она, тем не менее, сможет осуществить свою обучающую миссию и стать для вас эффективным обучающим музыкальным фоном. Включите ее и проговаривайте про себя или вслух, но обязательно ритмично, слова и фразы, когда вы делаете утреннюю зарядку, или выполняете работу по дому, или делаете рутинную работу в компьютере. Под музыку все спорится. И дела, и английский. Мы уверены в вашем успехе. Дело за вами. Дело за вами. Дело за вами.